Российские воены продолжают и гуманитарную операцию в Сирии. Помощь направляется главным образом в город Дейр-Эзор, долгое время находящийся в осаде боевиков исламского государства, запрещенного в России. Это еще один пример успешного взаимодействия с военными Арабской Республики. Груз сбрасывают на российских десантных платформах, которые доставляют на сирийских самолетах. Свидетелем того, как это происходит, стала наша съемочная группа. Готовы? Давай! Раз, два! Авиационный техник Рамес Даюб уже пятый раз формирует гуманитарный груз для отправки в провинцию Дейр-Эзор. От того, насколько правильно будут закреплены эти десантные платформы с коробками, объясняет Рамес, во многом зависит успех доставки. Это мой пошаговый план, как крепить и как сбрасывать эти платформы. Я его придерживаюсь, ведь из-за малейшей ошибки могут пострадать и самолеты, и экипаж. Но сбоев ни разу не было, и каждый раз люди получали эту помощь. Уже несколько лет провинция Дейр-Эзор блокирована боевиками. И только одноименный город и несколько районов вокруг него находятся под контролем правительственных войск, которые защищают оставшееся там мирное население. Из-за блокады, созданной террористами, эти территории практически потеряли связь с внешним миром. В Дейр-Эзоре просто катастрофически не хватает продуктов, и люди голодают. Боевики даже пытались перекрыть подачу воды и электричества в этот населенный пункт. Доставить туда гуманитарную помощь можно только по воздуху. Других путей просто не существует. На этот раз в блокированный город отправляют только продукты. Два рейса по 30 тонн продовольствия в каждом. Эту гуманитарную помощь собрали Сирия и Россия. За один раз такой транспортный самолет, как Ил-76, может перевести 4 десантные платформы, каждая из которых весит порядка 7 тонн. Это российская часть гуманитарного груза. В этих коробках сухие пайки. Каждый такой рейс в провинцию Дейр-Эзор, объясняет командир Ил-76, Насер Аль-Салех, требует от экипажа максимальной отдачи. Проблемы есть и на земле, и в воздухе. Поэтому во время полета этот сирийский транспортный самолет сопровождают российские истребители для безопасности. Чтобы груз приземлился в нужном месте, сбрасывать его следует строго определенное время. И постоянно существует угроза нападения на наш самолет. Ведь мы летим на высоте 4000 метров, и у боевиков есть возможность наступ стрелять. Весь полет туда и обратно в среднем занимает 2 часа. Так было и на этот раз. Достигнув точки сброса, в Ил-76 открыли рампу, и груз на парашютах полетел на землю. Уже через 10 минут платформы благополучно приземлились в заданном районе, где их встретили правительственные войска и перегрузили на машины. Только в провинцию Дейр-Эзор в последние месяцы Россия при помощи сирийских ВВС отправила по воздуху свыше 200 тонн гуманитарной помощи, и еще 400 по земле в другие регионы Сирии. На грузовиках доставят и этот груз из России 50 тонн продуктов и медикаментов, в которых так нуждаются сотни тысяч сирийцев во многих населенных пунктах страны. Александр Бутухов, Юрий Шолмов и Гурам Розилов. Первый канал. Сирия.